Сейчас я вам покажу, как можно сохранять продукты на природе в течение суток, даже двух вполне. Приступаем к копанию ямки. Вот, друзья, я выкопал ямку. Здесь сантиметров 50, глубже копать не надо. Но и слишком поверхности тоже, потому что если будет солнце, прямые солнечные лучи, а тут довольно открытое такое место, я просто выбрал почему, потому что грунт мягкий, а там где деревья, там корни, копать неудобно. Вот, берем такой вот мусорный мешок. Сейчас мы его, да уж, они такие прям длинные получились, здоровые мешки. И вот так вот эту ямку, сейчас его даже чуть-чуть расправим. Вот так прокладывается. Далее, вот я взял из дома специально, положил в морозилку морозильную камеру воду в баклажках, она замерзла, лед. Это вот пока доехало весь день лед. В принципе, сейчас в апреле, ночью, даже сегодня обещали заморозки, так что запросто она не растает. И на низ вот так укладываем. Ну, в зависимости от того, сколько у вас продукт. Ну, на охоте или там на рыбалке, это может быть рыба, добытая утка. Вот так в пакетик ее заворачиваем, чтобы там никакие насекомые не погрызли. И вот верхом кладем вот так. А сверху еще две вот такие баклажки. Как бы шабака положить. Вот, теперь, в принципе, можно... Можно было бы, кстати, и поглубже чуть-чуть прокопать. Ну ладно. Она и так нормально. В принципе, даже можно, если маленькая, вот так вот между ними вставить и обложить. Этого будет достаточно для такого количества. Сверху еще пакетик прикроем. Вот так вот. То есть, такой термос делаем. Аккумуляторы холода, вот эти баклажки, это аккумуляторы холода. Они будут как раз держать холод. Продукт будет в заморозке. По крайней мере, на сутки этого точно хватит. А при заморозках, допустим, ночью, хватит и на двое суток. И закапываем. Землю, которую вы выкапывали, вот я тут раскидал. Вот так делать не надо. Иначе будете ее искать потом, чем закопать. И вот так прикапывали. Сама по себе земля холодная. Так что достаточного запаса холода она даст. Чуть-чуть подтрамбовали. Так как в заморозке собака какая-нибудь там или птица сюда не доберется. Не почувствует. И как-нибудь вот так лопатку втыкаем, чтобы помнить, где у нас холодильник. Таким образом, на пару суток вы сможете сохранить продукты. Слушайте, раскопал я наш с вами холодильник. А тут еще эти баклажки, они дубовые. То есть лед. Вот то, о чем я вам и говорил. Ну, еще пока не сутки прошли, но практически уже день. А все держит, все, заморозка. Так что, вот вам в качестве совета по сохранению провианта. Сейчас мы этого крикоша туда запрячем немножко. Вот так вот. Как-нибудь между тем и тем. Вот, нормально. Все. Будет он у нас там с вами лежать. И ждать своего часа. Закапываем обратно. Вот такой хороший холодильник у нас.